Первая наша лекция была, вы помните, знакомство с астрономией. Вторая лекция о том, какие вообще объекты, зоопарк, космических объектов нам с вами придется изучить. Третья и четвертая были посвящены приборам, главным приборам астрономов, телескопам. Теперь я решил немножечко изменить порядок рассказа и от формальных вещей мы пока откажемся. Хотя все равно о них будем говорить, есть чисто астрономические термины, мимо которых пройти нельзя. Система координат, звездные величины, фотометрия, но это будет позже, пока вы еще не познакомились с объектами, более привычными вам. Сегодня Солнечная система, будет обзор Солнечной системы, основного ее содержания, каких-то исторических моментов. Ну давайте поехали. В первом приближении Солнечная система это 8 больших планет и очень много мелких объектов. 8 их или не 8 долгое время оставалось неясным, потому что возможности у астрономов всегда были небезграничные, хотя и постепенно увеличивались. И на этой картинке вы, если внимательно посмотрите, обратите внимание на знак вопроса, который стоит внутри орбиты самой ближней планеты к Солнцу, это Меркурий. И вообще говоря, надо было бы поставить еще один знак вопроса на периферии Солнечной системы, потому что долгое время ни там, ни там не удавалось ничего обнаружить. Хотя были идеи о том, что Солнечная система не ограничивается орбитами тех 8 больших планет, которые мы сегодня знаем. С середины 19 века всего лишь знаем. Так вот, по поводу внутренней части Солнечной системы до сих пор вопрос открыт. Были предположения, что там движется объект, который условно у меня на слайде назван вулканом, и они до сих пор до конца не опровергнуты. Но об этом мы еще поговорим, я вам буду рассказывать. Дело в том, что область вблизи Солнца изучать очень сложно, Солнце мешает, и даже космические приборы туда не приближаются. Для электроники это ад. И для телескопов это тоже очень неприятное место. И область вдали, на периферии Солнечной системы тоже очень трудно изучать, потому что солнечный свет туда почти не доходит, не освещает те объекты, которые там находятся, и телескоп их не видит. То есть они там могут быть, но там темно слишком. Тем не менее, в конце 90-х годов, то есть лет 20 тому назад, уже начали обнаруживать многочисленные объекты вот здесь на периферии. Она условно называется поясом Койпера, хотя исторически правильнее было бы другим именем ее назвать. Ну уж так, приклеилось к ней имя американского астронома, который такой курьез возражал в свое время против существования там объектов. Но тем не менее, сегодня мы его именем называем эту область. Там сегодня тысячи очень интересных объектов найдено. Как они называются и как выглядят, я чуть попозже вам расскажу. По поводу внутренней части Солнечной системы вопрос открыт. В чем сложность и для астрономов, и для тех, кто просто интересуется этой науке, изучения планет, их спутников и вообще всего населения Солнечной системы? Вот посмотрите на эту картинку. В любой книге, на любом экране компьютера, если вы захотите познакомиться с каким-то объектом, как он выглядит, вы увидите кружок одного и того же размера. Он диктуется размером книжной страницы или размером экрана компьютера. И вот здесь это неудачный вариант. Это страница из учебника астрономии, где автор попытался показать все разнообразие космических объектов, населяющих Солнечную систему. Но все привел их к одному размеру кружочка. Ведь они все разные. Представьте себе, что вы бы были незнакомы с биосферой Земли. Ну, вот прилетели бы на Землю как пришелец, и вам бы стали показывать картинки в учебнике зоологии. Сначала слона, потом мышь, потом какую-нибудь водомерку показали бы. И вот перед вами объекты похожие друг на другу по внешнему виду. И на листе учебника они тоже приблизительно одинаковые размеры имеют. Но мы с вами понимаем, насколько разное у них мироощущение. Насколько сами они по-разному воспринимают окружающую действительность. Слону никак в голову не придет бегать по поверхности воды. А водомерка для нее, эта жизнь, она не может вообще провалиться сквозь водную пленку. Настолько легкая и упругая для нее вода. Так вот, я как раз вчера, готовясь к лекции, сравнил двух этих животных, по внешнему виду похожих, а все же совершенно разных. Вес слона мы с вами знаем, там порядка пяти тонн. Вес водомерки, как выяснилось, 50 миллиграмм. Соотношение их массы один к ста миллионам. Оказалось, что как раз такое же соотношение масс у Солнца и нашей Луны. А на картинках в астрономических учебниках, вот Луна, вот Луна, вот Солнце, они выглядят похожими шариками. Но физик понимает, насколько разные процессы происходят внутри них. Луна совершенно инертная, мертвое тело. Там даже землетрясений практически не бывает. Горы не растут, и материки не движутся. Она давно остыла. А Солнце плазменный шар с термоядерными реакциями. И это действительно трудно для начинающих изучать астрономию людей. Воспринять гигантское разнообразие условий, царящих в космических объектах. Большинство их это шары. Шар звезды, шар планеты, шар спутника планеты. Шар это естественная форма, которую принимает любое массивное тело. Но физика, процессы, жизнедеятельность внутри этого тела очень сильно зависит от этого массы и различается так же, как жизнь слона и водомерки. Мне так кажется, что они различаются. Хотя я никогда не был в шкуре слона и тем более водомерки. Вот более реалистическое изображение нашей Солнечной системы. Шар Солнца перед вами. И что-то там такое мелкое еще внизу. Я думаю, с галерки почти не видно, что там такое лежит внизу. А это вся наша планетная система. Четыре планеты гиганта. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И четыре вообще. Вы видите, что там? Я вот, например, отсюда почти не вижу. Так это наши родные планеты типа Земли. Вот тут вот эта вот точечка, вот эта вот маленькая. Это уникальная планета. Уникальная во всех отношениях. Единственная планета с биосферой. Единственная, на которой возможна жизнь. Наша Земля. Почему именно на ней сложились такие условия, а не где-то еще? Это любопытно. Это говорит о том, насколько узок диапазон природных условий, пригодных для развития жизни. И вот на таких картинках мы уже понимаем, сколь разнообразна природа объектов Солнечной системы. Еще одна иллюстрация, где тоже в одном масштабе представлены восемь планет. Ну, плюс еще для сравнения Плутон. Сегодня мы его не называем планетой. Или классической планетой, как это иногда говорят. Он несколько лет назад, в 2006 году, отнесен в новую группу. Он стал прототипом новой группы объектов планет-карликов. В каком-то смысле планет, но недостаточно массивных по сравнению с восемью другими. Вот здесь хорошо виден хотя бы линейный масштаб этих объектов. Ну, а физику приходится уже воображать себе на основе своих знаний. И она тоже очень разная, и о ней мы поговорим. Астроном вынужден, еще недавно был вынужден наблюдать планету в телескоп. Как правило, изображения не давали достаточного знания о природе этих планет. Ну, Луна рядом с нами, мы кое-что видим на ее поверхности. Давайте посмотрим на самом деле, что позволяет увидеть телескоп астронома с поверхности Земли. Как правило, дрожание атмосферы, вот эти турбулентные потоки воздуха, которые над объективом телескопа непрерывно движутся, они размывают нам изображение до угла в несколько секунд дуги. В очень хороших условиях, на лучших обсерваториях в мире, можно считать размер вот этого размытия в одну угловую секунду. Что это такое на поверхности планет? Одна угловая секунда для наблюдателя с Земли на поверхности Луны дает 2 километра. То есть вот на этой, казалось бы, прекрасной фотографии Луны мы не можем различить детали мельче 2 километров, только более крупных. Никаких там космических аппаратов, сидящих на поверхности Луны, или космонавтов, гуляющих по их поверхности, мы никогда в телескоп с Земли не увидим. Ну а в остальных случаях просто беда. На поверхности Марса, вы видите, видны объекты крупнее 300 километров, на поверхности Юпитера 3000, он же дальше от нас. Ну а на Плутоне 30 тысяч километров, а сам Плутон в 10 раз меньше. То есть вообще никаких деталей на поверхности Плутона никогда в жизни астрономы не видели. Одна из лучших фотографий Юпитера, полученных с поверхности Земли. Она действительно очень хороша, на ней видно много. Но это максимум того, что мог дать обычный хороший телескоп в хороших условиях наблюдения с земной поверхности. Давайте сравним это с изображением Юпитера, полученным с близкого расстояния, когда к нему подлетает космический зонд. Совершенно другая картина. Для тех, кто изучает динамику атмосферы Юпитера, вот здесь почти ничего интересного нет. Какие-то полосы разноцветные, говорящие о том, что, видимо, там разный молекулярный состав в атмосфере окрашивает по-разному облака, более высокие, более низкие слои облаков. Но как-то особых деталей нет, и проследить за динамикой атмосферы трудно. А получая вот такие изображения, мы сразу видим мелкие детали. Вот особенно интересны вот эти продолговатые пятна, которые говорят о циклоническом движении. Те, кто в детстве читал книжки по астрономии, наверное, помнят такой термин «большое красное пятно». Удивительное пятно, которое видно и с поверхности Земли в телескоп, хотя, конечно, никто не мог догадаться, что это такое. И на фотографиях, полученных зондами с близкого расстояния. И только тогда, после пролета зондов, мы узнали, что это гигантский циклон. Его наблюдали еще 300-350 лет назад. Первые астрономы, первые последователи Галилея, которые телескопами обладали, не могли понять, что это. Теперь мы понимаем, это циклон. У нас на Земле бывают циклоны, и мы их на спутниковых фотографиях хорошо различаем по облачной структуре. Но наши живут порядка недели. Через неделю рассасываются, где-то в другом месте новый рождается. А вот это красное пятно, этот гигантский циклон, есть и меньшего размера, но этот самый большой, уже несколько столетий циркулирует в атмосфере Юпитера, и мы понимаем, почему. Там такая огромная масса воздуха, что один раз закрутившись, она не скоро остановится. Если бы мы земной шар перенесли к Юпитеру и поместили бы рядышком с ним, размер нашей Земли был бы вот как вот этот, небольшого размера циклончик. То есть большое красное пятно вдвое больше нашей планеты. Конечно, эта масса газа будет еще несколько столетий вращаться там, пока не успокоится и не сольется с другими слоями атмосферы. Солнечную систему изучать сложно. Почему? Мы внутри нее, она вокруг нас. Если мы хотим более или менее полно изучить ее состав, нужно все небо осматривать со всех сторон объекта Солнечной системы. Я немножко вам об этом говорил в конце позапрошлой лекции, что только некоторые телескопы способны сразу большие участки на небе исследовать. То есть обзорные телескопы. До недавних пор их было всего два или три в мире. Вот один из них, так называемый телескоп, или астрономы говорят камера, имея в виду, что это фотографическая камера системы Шмидта. На первый взгляд такой не гигант, ничего особенного, но с уникально большим углом зрения. Всего, в общем, два телескопа в мире таких, и они показали нам состав Солнечной системы. Работа двигалась долго, пока не появились электронные приемники света. ПЗС-матрицы, с которых изображение сразу вводится в компьютер, и можно максимально быстро его анализировать, и перемещение объектов на небе замечается за несколько минут. А раз они перемещаются прямо у нас перед глазами, значит, это близкие объекты, значит, это что-то наше родное в составе Солнечной системы, находящееся. Звезда не может за полчаса поменять свое место на небе. Слишком велико расстояние до нее. И вот статистика открытия объектов в Солнечной системе. Пока использовались фотопластинки, очень медленно накапливалось количество обнаруженных объектов. После 2000 года практически все астрономы перешли на электронные приемники света, ПЗС-матрицы, и с помощью компьютера стали очень быстро сравнивать изображение, выявлять движущиеся объекты. Сегодня мы имеем, ну, сегодня это вот где-то здесь, полмиллиона объектов в Солнечной системе открыто. Конечно, большинство из них — это небольшие тела, астероиды, размером в километры, в десятки километров. Но есть и ста-километровые, и тысячекилометровые маленькие планеты, и восемь больших планет. Но здесь, как типичные представители астероидов, эти камни показаны. Основное население, ну, почти все полмиллиона этих объектов, живут между орбитами Марса и Юпитера. Там по правилам, или, так сказать, по ожиданию астрономов, должна была бы быть планета. Если так посмотреть, как распределяются радиусы планетных орбит, то между Марсом и Юпитером мы увидим большой промежуток, где нет планеты, но есть большое количество мелких астероидов. Почему это так? До сих пор не совсем понятно. Винят в этом гиганта Юпитера, который своей гравитацией, вероятно, не дал вот этому веществу собраться в комок и образовать отдельную большую планету. Но пока это еще гипотеза. Даже если мы уберем Юпитер и посмотрим, что с этим поясом астероидов произойдет, когда-нибудь они все объединились бы в одно тело, но это было бы очень маленькое тело, меньше нашей Луны. Так что маловато там вещества, чтобы говорить о неродившейся планете. Тем не менее, это очень интересная область, потому что полмиллиона тел постоянно хаотически движутся. Каждая из них по орбите движется, но орбиты пересекаются, тела сталкиваются, меняют свое движение, свои параметры орбит. Некоторые залетают внутрь орбиты Марса, а некоторые даже внутрь орбиты Земли. И для нас это очень актуально, потому что Земля с ними может рано или поздно встретиться. И эту область, конечно, исследуют очень детально. Пока у астрономов достижения не очень велики. Мы, конечно, выявили полмиллиона объектов и знаем, что еще несколько миллионов, там более мелких, движется. Но замечать те из них, которые непосредственно угрожают Земле, мы пока не научились. Единственный случай в истории астрономии, я вам его показываю, был пять лет тому назад, когда удалось заметить объект на подлете к Земле, прогнозировать его падение на Землю, и оно произошло, выявили его на этих фотографиях. Собственно, результат был ожидаемый. За год до этого был введен в строй специальный телескоп, специальная обсерватория американская по поиску подлетающих к Земле объектов. И действительно, этот телескоп сработал. Он заметил, видите, на каждой из последовательных фотографий звезды точками, а этот астероид в виде коротенькой черточки, потому что за время экспозиции он перемещался, поэтому вытянулся в точку. Ясно, что он прямо вот тут у нас уже был под боком. Была рассчитана его траектория, прогнозировалось его падение, куда рассчитали, туда и попал. 20 часов спустя после открытия, он в ночное время суток упал в Африку. В ночное время, но это было даже удобно, потому что днем мы могли бы не заметить его падение, а с помощью спутника, наблюдающего за погодой, за облаками, была сделана фотография, и вот когда он в атмосферу Земли врезался, вспышка была, взрыв. Мы это уже знаем, как на Челябинском. Примерно так же это произошло и над Африкой, но место абсолютно безлюдное было. Это Египет, это Судан, вот граница между ними, и он упал в совершенно ненаселенную местность, пустыню суданскую, 7 октября 2008 года. Камень был небольшой, 4 метра в поперечнике, Челябинский был крупнее, метров 15 был. Весил этот камень 80 тонн, поэтому он, в общем, довольно почти целиком разрушился в атмосфере. Мощность взрыва была всего 1 килотонна тротилового эквивалента, но это как маленькая атомная бомба, такая совсем крошечная. Вот так утром люди увидели то, что осталось от разрушившегося астероидом, его даже неудобно назвать. Астрономы называют такие объекты метеороидами, то есть объект, породивший метеор или болид. Вот такой камень метрового, 10-метрового размера, метеороидом называют. Значит, это вот то, что осталось, когда он в атмосфере разрушался, но ясно было, что что-то упало на поверхность Земли. Поиски продолжались, по-моему, дней 10, и нашли несколько фрагментов с помощью студентов, кстати. Привлекли египетских студентов к этой работе. Американский профессор приехал, привез с собой. В общем, что-то, что убедило студентов, что надо искать метеорит. И они его нашли. Это очень важно, когда удается найти метеорит сразу, ну или там через несколько часов или максимум дней, после его падения на Землю. Значит, он не успел еще заразиться земными микроорганизмами, и можно исследовать его на предмет каких-то собственных биологических образцов внутри этого метеорита, зная, что он тепленький, вот еще только-только прибыл на Землю. И это действительно очень важно, такие находки делать, к ним стремятся, но редко, очень редко это удается. В отношении спутников планеты, спутники очень интересные, на мой взгляд, гораздо интереснее астероидов, тоже прогресс налицо. Вот картинка на состояние 80-го года, когда я как раз кандидатскую защитил и думал, что вот я астроном и все знаю, и примерно вот так себе представлял Солнечную систему. Количество спутников у планет здесь указано, их менее полусотни в совокупности. Сегодня ситуация, конечно, совсем иная, особенно у планет-гигантов открыто в несколько раз больше спутников. Вот у Юпитера, например, было 17 известно, испокон веку. А сегодня 64, кажется, еще 65-й есть на подозрении, но 64 точно открыто, наконец, с прошлого года, 64 спутника у планеты. У Сатурна 65, в общем, ситуация. Вот с Сатурном дело обстоит даже неопределенно, потому что у него 62 таких вот отдельных спутника и еще много-много крупных камней летает в кольце, поэтому непонятно, как их пока называть. Но мы видим, что семейство спутников планет гораздо богаче того, что мы еще несколько, некоторое время тому назад себе могли представить. Ну, теперь давайте пройдемся по отдельным планетам, посмотрим, что мы о них знаем. Я не собираюсь сегодняшней лекции ограничиваться, мы еще будем говорить о планетах более подробно, особенно о Марсе, который нам интересен, как возможное место для жизни, и о Луне, как наш форпост в космосе. Сегодня просто пробежимся по планетам. Вопрос? А что такое спутник планеты? Да очень просто. Когда вы видите семейство тел, и одно из них в тысячи раз массивнее, чем любое другое, то, естественно, вы называете наиболее массивное главной планетой, а все, что вокруг нее бегает и подчиняется ее гравитации, вы называете спутниками. Потому что исчезни планета, спутники бы разлетелись во все стороны, их бы ничего уже не удерживало в этой области пространства. А исчезни любой из спутников, ну, планета бы этого и не заметила. Ну, понятно. Если вокруг вас летает несколько комаров, то очевидно, кто из вас главное тело, а кто подчиненное, второстепенное. Вот примерно так, по массе. Итак, ближайшая к Солнцу планета Меркурий. Кстати, эта планета не только к Солнцу ближайшая, но если усреднить все расстояния от Земли до всех прочих планет, оказывается, что Меркурий ближайший к нам. Он ближе всех в среднем находится к Земле. И тем не менее, до недавних пор, буквально до позапрошлого года, мы знали, мы почти ничего о нем не знали. Можно сказать, что только сейчас начали его изучать. В чем дело? Да в том, что он рядом с Солнцем. Телескоп туда повернуть нельзя, потому что слепит Солнце. Корабль отправить тоже долго не удавалось. Только в 1973 году мимо него промчался один зонд, не останавливаясь, кое-какие фотографии передал. И лишь в позапрошлом году, в 2011, наконец удалось рядом с ним на орбите вокруг Меркурия разместить первый искусственный спутник Меркурия, вот этот мессенджер американский. Это хороший аппарат, и он долго будет исследовать эту планету. Его закрыли от Солнца специальными панелями, потому что там жарко, там Солнце греет. С очень-очень высокой интенсивностью, и надо защищать электронику. Но зато теперь мы изучаем Меркурий близко. Чем он оказался? Можно сказать, большим подобием Луны. Это тело без атмосферы, там слишком горячо, Солнце нагревает, и слишком невелика сила тяжести. Меркурий сравнительно невелик, он по размеру между нашей Луной и нашей Землей, такое среднее тело. Но он просто не удерживает рядом с собой горячие газы. Они быстро улетучиваются в космос, поэтому атмосферы на нем нет, мы это видим невооруженным глазом. Вот он голый перед нами. Но поверхность его так же, как поверхность Луны, покрыта большим количеством кратеров. Но на этом внешнем сходстве, сходство между Луной и Меркурием кончается. Луна — это камень, это тело, состоящее из камня. Ну, грубо говоря, из камня. Геологи могли бы более тонкую градацию, но это, в общем, силикаты и так далее. У Луны маленькая, совсем почти незаметная железная ядрышко есть. А в основном Луна — это каменное тело. Меркурий же — это практически чисто железная планета. Около 80% его объема занимает железное ядро. А каменная кора, ну, мантия и кора — это так, прикрытие только, вот верхний слой, который закрывает от нас гигантское железное ядро. Очень плотная планета, практически из чистого железа, там никеля немножко, ну, в общем, металлическая планета. На поверхности видны почти те же детали. Ну, падают метеориты, взрываются, кратеры образуют, это понятно. Но есть на поверхности Меркурия нечто, отличающее его от Луны. Вот, например, такие линейные складки на поверхности, эскарпы. Есть подозрения, что они появились примерно под действием такого же процесса, как видоизменяется апельсин, который долго лежит у вас, и вам почему-то не хочется его трогать. Я понимаю, что так не бывает. Но вот, ну, лежит, неделю лежит, две лежит, и начинает сохнуть. То есть внутренность его сжимается, а кора начинает такими бугорками покрываться, потому что куда ей деваться поверхности? Объем уменьшается, а площадь поверхности должна сохраняться. И вот она начинает морщиться. Судя по всему, тоже произошло с Меркурием. Его железное ядро остывает, как у любой планеты, а железо имеет большой коэффициент теплового расширения. И когда температура ядра уменьшается, ядро, естественно, объем свой уменьшает. И куда деваться поверхности Меркурия? Она съеживается. И вот эти вот набегания, они, вероятно, так и происходят. Ну, вот еще одна такая деталь. Они длинные, там, по сотням километров, эти морщинки на поверхности. Удивительное дело, Меркурия — это планета жары, она ближайшая к Солнцу. Днем там 400 с лишним градусов тепла на поверхности по Цельсию. Там плавятся некоторые металлы. Днем жарко, а ночью холодно, потому что на ночной стороне, там, где не светит солнце, очень быстро остывает. Поверхность до минус 100-120 градусов по Цельсию. Но, казалось бы, она должна быть совершенно сухой. Ведь то на одной, то на другой стороне день, и Солнце прожаривает все, что можно, и высушивает. Тем не менее, оказалось, что в районе полюсов, Северного полюса и Южного полюса на Меркурии, в глубоких кратерах, куда никогда не попадают солнечные лучи прямые, лежит лед. Вот удивительная планета. Там и лед, и могут быть озера из расплавленного свинца, например, где-нибудь. Потому что при температуре более 400 градусов свинец плавится. Вот такая контрастная планета. Но если мы когда-нибудь захотим ее посетить, то, в общем, ничего особо опасного нас там не ожидает. Если опуститься, ну, космонавт, например, прилетит, и опустится на ночной стороне, где его еще Солнце не поджарит, и быстро-быстро выкопает себе ямочку, там, глубиной полтора-два метра, то в такой землянке перепадов температуры он уже не ощутит. Там от дня к ночи сглаживаются перепады. И будет примерно плюс 70-75 градусов. Ну что, в бане бывает теплее. Ничего, живут люди. Поэтому можно, вообще говоря, осваивать и Меркурий. Главное, вовремя окопаться там. Удивительные детали найдены на поверхности Меркурия, а именно вот такие темные пятна. На Луне таких темных пятен нет. И люди, знакомые с геологией, с видом пород разных, говорят, что только углеводороды, ну вот нефть, скажем, могут иметь такой глубоко темный цвет, то есть черные не отражают лучи. Но трудно предположить себе углеводородные озера на поверхности Меркурия. Однако это придется исследовать. Это вот то, что отличает его от Луны. Это такая интересная деталь. Пока мы не понимаем, что это такое. Ну, не понимаем, полетели к следующей планете. Вторая планета от Солнца — Венера. Она полностью закрыта облачным слоем, и никогда в телескоп на ее поверхности ничего различать никому не удавалось. И никогда не удастся. У нее очень плотная атмосфера, хотя внешне по размеру и по массе — это почти копия Земли. Буквально наш земной шар. Но одетый в атмосферу в сто раз более массивную, чем наша земная. Поэтому давление воздуха у поверхности Венеры тоже в сто раз выше, а температура вообще превосходит наше воображение. Дело в том, что этот облачный слой довольно легко пропускает сквозь себя. Он рассеивает, конечно, но тем не менее пропускает солнечный свет. До поверхности Венеры солнечные лучи, ну, половина их примерно доходит, и нагревает поверхность. Поверхность тела нагретого хочет охладиться, излучает инфракрасное излучение. Мы с вами тоже так охлаждаемся в виде инфракрасных лучей. Но инфракрасный свет сквозь эту облачную атмосферу не то чтобы не выходит, но с большим трудом выходит обратно в космос. У нас на Земле он довольно легко выходит. Там он оказывается запертым. Тепло приходит на поверхность, но не может выбраться оттуда. Это называется парниковый эффект. Когда вы строите стеклянный сарайчик где-нибудь у себя на грядке, солнечные лучи сквозь стекло проходят к поверхности грядок, нагревают их, а обратно тепло из парника выбраться не может, потому что стекло почти не прозрачно для инфракрасного света и уж совсем не выпускает теплый воздух из себя. Поэтому в парнике тепло. Точно такой же парниковый эффект работает на поверхности планет, имеющих атмосферы. Кстати, наша земная атмосфера тоже обладает парниковым эффектом. Примерно градусов на 15-20 температура нашей планеты выше благодаря парниковому эффекту. Но на Венере она выше, на сотни градусов. На поверхности Венеры плюс 480-490 градусов по Цельсию. Везде. И на полюсах, и на экваторе, и днем, и ночью. Настолько плотная атмосфера, что она сглаживает все температурные колебания. Как может быть всегда день, если Солнце только с одной стороны светит? Второго Солнца у нас нет. Значит, как минимум половина планеты не освещена. Даже если вы не физик. Ну ладно. Ну ладно. Итак, на поверхность Венеры давно уже посылаются космические аппараты. До нее недалеко лететь. Бывают моменты, когда Земля с Венерой довольно сильно сближаются. И в этом смысле советские инженеры далеко опередили всю мировую космонавтику. Наши аппараты вот такого типа летали на Венеру неоднократно. Более того, садились на ее поверхность. Обычно это аппарат, состоящий из двух частей. Один остается на орбите, летает вокруг планеты и работает ретранслятором. А другой сбрасывается на поверхность на парашюте и оттуда передает то, что ему удалось узнать. Вот так выглядит тот, который садится на поверхность. Это целая серия аппаратов наших Венеры. Несколько десятков вообще было запущено. Но удачно сработало около 10 аппаратов. И успех просто колоссальный. Представьте себя, вокруг вас плотный воздух. Он такой же, ну почти такой же плотный, как вода. В 100 раз больше давления, во много раз больше плотность воздуха. Температура почти 500 градусов Цельсия. Это как в печи, где металл плавит. И вот это электронное создание там вынуждено работать. Долго оно, конечно, там просуществовать не может. От одного часа до двух часов держались эти аппараты. Размер их небольшой. Вот такой шарик метрового диаметра примерно. Естественно, он прогревается, и электроника выходит из строя. Но за то время, пока они там сидели, они передавали фотографию окружающего пейзажа, если это можно назвать пейзажем. И пробы воздуха брали, и даже последние бурили под собой грунт, и брали пробы вещества твердого, втягивали их внутрь аппарата и анализировали химический состав. Довольно успешные эксперименты были. Вот такие панорамы передавали тогда эти аппараты серии Венера. Были черно-белые, были цветные, но цвет там довольно однообразный. Он такой оранжевый, потому что атмосфера пропускает только красные и оранжевые лучи. И все освещено этим оранжевым светом. Естественно, оно все оранжевое. Почему такой странный выпуклый вид? Потому что на каждом из них телекамера... Тогда еще не было телекамер. Такой специальный приборчик сканирующий. Он сначала смотрел к одному горизонту, потом поворачивался под ноги аппарату, потом к другому горизонту. И получалась одна вот такая... Это один горизонт, это другой горизонт, а тут мы под ноги аппарату смотрим. Геологам эти панорамы кое-что рассказали, но нам непривычно смотреть на такой искаженный пейзаж. Поэтому недавно один сотрудник американского... Молодой, по-моему, даже и студент, и студенческой среды, сотрудник американского космического агентства попросил у нас эти исходные материалы и превратил их вот в такие панорамы. Сделал математическое преобразование, сшил концы. Вот это уже заметно как-то удобнее, да, по-человечески смотрится. И мы себя ощущаем на поверхности Венеры, так сказать, наблюдателями. Это я к чему говорю? К тому, что очень много результатов старых космических экспериментов еще ждет своих переобработчиков. Тех, кто может современными математическими методами очистить от помех, преобразовать в координатах, сделать внешний вид более привычным для нас. Ну, сравните вот этот и вот этот вот пейзаж. Все-таки разница есть. Даже какие-то передержанные места тут более мягко видны. То есть с этими материалами еще надо работать. Каждый космический эксперимент стоит сотни миллионов долларов. Можете перевести их в рубли. Естественно, каждый день запускать космический кораблик чужим планетам никто не будет. Но с этими материалами можно долго и при появлении новых методов обработки вытаскивать какие-то новые результаты. Оказалось, что Венера планета вулканическая. На ней очень много действующих вулканов. Удалось получить полные карты, географические карты Венеры. Как это удалось? Довольно просто. На орбиту вокруг Венеры были выведены космические зонды с радиолокаторами. И сквозь облачную атмосферу они свободно видят, видят, радиолучи проходят и могут по отраженному сигналу восстанавливать рельеф. Здесь цветом показана глубина. Голубые места — это низменности, это возвышенности, а вот красные, особенно белые, это самые-самые высокие области поверхности. У астрономов такая традиция давать всем географическим объектам на поверхности Венеры женские имена. Ну, понятно. Причем и мифологические, и реальных женщин, как-то проявившихся в истории, сплошь одни женские имена на картах Венеры вы обнаружите. И только одно мужское имя там затесалось. Вот как вы думаете, кто это может быть такой единственный? Ломоносов. Нет, Ломоносов, конечно, да, но это не Ломоносов. И не Хаббл. Нет, я только что сказал, благодаря чему получены эти карты поверхности Венеры. Радиолокация. Радио. Кто? Не слышит. Советский, спокойный, значит, Ленин. Про Ленина через несколько лекций и в связи с Венерой я вам еще расскажу. Но это не Ленин. Нет. Радиолокация благодаря теории радиоволны родилась, а ее создал Джеймс Клерк. Максвелл. Вот, правильно. Максвелл. Шотландский физик. И вот эта гора, она высокая, 20 километров высотой. Это пик, ну, не пик, а там целая горная система, названа именем Максвелла. А все остальное, вся география с женскими именами. Красивая планета, красивые имена. Про условия там я уже вам сказал. Жарко и высокое давление. А воздухом этим дышать можно? Нельзя. Это чистый углекислый газ. Для нас это яд. Кислорода там нет и в помине. А облака, которые вот поверх улетают в атмосфере, они вообще, сейчас химики вздрогнут. Они состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Ну, собственно, не только химики, я думаю, вздрогнут. Все понимают, что это неприятная субстанция. И вот, к сожалению, там такая адская природа этой планеты. Радиолокация показала нам горы. На Венере. И мы уверены в том, что многие из этих гор действующие вулканы. Хотя бы потому, как отражают... Ведь это все яркость на этой картинке. Это степень отражения радиоволны от нее. И мы видим, что здесь свежая лава, скорее всего, вытекала. Ну, вот это вот метеоритные кратеры. Тут нет сомнений. Обычная структура метеоритного кратера. А горы, скорее всего, действующие вулканы. В свое время даже засекли очень мощные грозы, которые на Венере гремят в атмосфере. А они, как правило, сопровождают вулканические извержения. Это хорошо известно. Так что интересная планета, но побывать там, наверное, не скоро удастся человеку. Подлетаем ближе к Земле. Рядом с нами вот такая очень интересная планета по имени Луна. Ее неудобно... Вот мы говорили спутник и планета, да? Но ведь Луна, если бы она жила в одиночку, это была бы самостоятельная, интересная планета. Она крупная, внутри нее какие-то процессы происходят. Это не просто совсем уж мертвое тело. Такие объекты, наверное, надо называть планеты-спутники. То есть они подчиняются гравитации рядом находящегося более массивного тела, но сами по себе, тем не менее, очень интересны. Мы всегда разделяли на Луне области, как говорят астрономы, морские вот эти темные пятна и континентальные. Когда-то еще в средние века думали, что это действительно моря там, водная поверхность. Ну, конечно, никакой воды там нет. Тем не менее, название моря оказалось очень удачным, потому что теперь мы понимаем, когда-то вот эти области были залиты расплавленной лавой. То есть они были морями, только лавовыми морями. И сегодня еще сохранили свой плоский вид, потому что когда-то там плескалась расплавленная лава. Метеориты, вы видите, форма у них округлая, потому что это были гигантские взрывы, падения туда крупных, целых астероидов, которые пробивали кору Луны, и оттуда из-под коры, из расплавленного нутра, из мантии расплавленной, поднималась лава и заливала все пространство, всю внутренность этого огромного кратера. Мы с вами, живя на Земле, привыкли вот к такому виду Луны, она каждый день меняет свою внешность, мы это называем фазами Луны, Солнце ее с разных сторон освещает, ну и астрономы это видят. И никогда никому не удавалось в прежние века увидеть обратную сторону Луны. Луна вращается вокруг Земли синхронно, то есть один оборот вокруг Земли, один оборот вокруг своей оси. Поэтому все время демонстрирует нам лицевую часть свою, одно свое полушарие. Обратную сторону никогда. И как бы мы ни старались, какие бы гигантские телескопы не создавали на Земле, увидеть обратную сторону Луны можно только залетев за нее и посмотрев с той стороны. Это удалось в космическую эру. В 57-м году был запущен первый спутник вокруг Земли, а уже в 59-м году начались запуски к Луне. Вот такой наш первый лунник промазывал мимо Луны. У американцев, по-моему, пять первых аппаратов промазывало мимо Луны. И в этом нет ничего удивительного. В те годы еще не умели корректировать полет космического аппарата. Его запускали практически как мы стреляем из ружья. Вот выстрелили с Земли, куда полетел, туда полетел. Попал или не попал, это вопрос того, правильно ли мы прицелились. Этот не попал. Он пролетел мимо Луны, вышел на орбиту вокруг Солнца. И вот обратите внимание, среди нас есть, я думаю, политологи, люди, которые идеологией будут заниматься. Как советская идеология тонко использовала эту неудачу техническую. раз аппарат вышел на орбиту вокруг Солнца, его назвали первой искусственной планетой и дали ей имя мечта. Как будто бы только об этом и мечтали. Мечтали вообще-то в Луну попасть. Это красивый такой идеологический пассаж, который в то время сработал. уже второй спутник. Второй был точно такой же. Попал, принес туда визитную карточку, герб Советского Союза, а вот третий, замечательный третий аппарат, отправленный к Луне, не для того, чтобы в нее попасть, а для того, чтобы, облетев ее, сфотографировать обратную сторону. Это был абсолютный триумф нашей техники, потому что кроме нас в те годы только американцы еще занимались космонавтикой, остальные все даже не думали об этом. У американцев даже мысли тогда не было создать спутник, зонд для фотографирования обратной стороны Луны. А наши инженеры тогда это сделали. Причем, заметьте, это 59-й год. Никакой электроники тогда, в том смысле, как мы ее сейчас понимаем, не существовало. Тут был обычный фотоаппарат на обычную пленку, надо было ее там, а он вот такого размера, вот такой вот. Надо было ее, во-первых, сориентироваться, сфотографировать Луну, потом проявить, закрепить пленку, потом как-то передать на Землю. Это все было сделано без участия компьютеров. Кроме видимой стороны, мы наконец-то увидели обратную сторону Луны и все ахнули, потому что она не похожа на видимую. Она совсем другая, на ней нет морей. И надо сказать, мы до сих пор до конца не поняли, а почему это? На видимой стороне есть моря, а на обратно их нет. Ну, или почти нет. Так, небольшие есть, но вот этих гигантских областей, залитых лавы, нет. Следующее, я оставляю какие-то детали, о Луне мы будем говорить отдельно. Луна — это действительно тело, которое, ну, можно сказать, мы уже там побывали, это вторая Земля для нас. Мы ее будем осваивать, надо, ваше поколение ее будет осваивать, надо к этому быть готовым, мы целую лекцию эту посвятим. Первый искусственный спутник Луны, тоже наш, советский, и тоже с идеологической начинкой, о которой я вам расскажу, когда мы о Луне будем говорить. Но важно, что оказалось, что Луна совершенно не похожа на Землю по своему внутреннему строению. Когда у вас спутник летает вокруг планеты, он чувствует, как устроена планета внутри. Если она однородная, спутник летает по круговой или по эллиптической орбите, очень ровненькой, очень прогнозируемой, и в этом смысле не надо заботиться о том, как он будет двигаться через некоторое время. Все равно, как если вы едете по гладкой асфальтовой дороге, можно руль на некоторое время отпустить, машина будет ехать ровно, пока не наскочит на какую-нибудь ямку или выбоинку. А попробуйте отпустить руль на такой дороге. Тут же колеса начнут вилять, и машина куда-нибудь свалится вверх. Точно так же движет спутник. Вокруг Земли, а Земля очень однородное тело, оно расплавленное, поэтому однородное, внутри спутники летают по очень прогнозируемым орбитам, как по ровной асфальтовой дороге. А как выяснилось, Луна внутри неоднородная. Там есть области более плотные, менее плотные, их даже специальное название им дали, масконы от масс-концентрэйшн, концентрация массы внутри, под поверхностью Луны, в виде таких вот бульбочек, и гравитационное поле неровное. И вот эти первые спутники, оказалось, летали вот так. И приближаясь к поверхности Луны, просто врезались в нее. Это было очень важно, потому что предстояли посадки человека на Луне, и надо было знать, как корабль с космонавтом будет себя вести. И вот они сыграли роль таких первопроходцев, погибли все первые спутники. И, кстати, сегодня, когда мы запускаем автоматы, ну, часто сейчас запускают вокруг Луны автоматы, стоит оставить его без присмотра, без коррекции орбиты, и он через несколько недель разболтывается и падает на поверхность Луны. В начале 60-х удалось впервые посадить космический аппарат на поверхность другой планеты. Это тоже была Луна, и тоже советский аппарат. Вот нам тогда удавалось, это очень как-то лихо. Вот такой первый межпланетный снимок с поверхности чужого космического тела был. Затем эпоха полетов человеков и роботов на Луну началась. Это наш любимый луноход, их было два на Луне. Я немножко потом о нем расскажу еще в отдельной лекции. Ну, любопытно, что это был управляемый с Земли аппарат. Никакого интеллекта внутри него не было, в отличие от современных, там, марсоходов и других ходов. Какой там интеллект? Компьютеров не было. Поэтому сидела команда танкистов на Земле, и они вот так, глядя в телекамеры, куда едет эта конструкция, она размером с автомобиль, примерно, с небольшой, она лихо бегала по Луне, бегала, но особой научной нагрузки не имела, у нее другая была задача, но бегала она хорошо, и все следили за этими экспедициями. Ну, некоторые детали я вам потом расскажу. Вот следы оставленные этими нашими луноходами на Луне, так что мы там наследили тоже. Ну и, наконец, в те же годы, в конце 60-х, туда состоялось шесть успешных экспедиций, шесть посадок на поверхность Луны, 12 человек поработали на ее поверхности. Они принято считать, ну, нас это тогда, конечно, сильно, не скажу, унизило, но, в общем, ясно было, что мы потеряли свой приоритет в космонавтике, вот когда американцы добрались до Луны, а мы нет, и у нас принято было как-то сглаживать эти неприятности, говоря, что, ну, это чисто рекламная акция была, идеологическая, не несущая никакой научной нагрузки. Это неправда. Все шесть экспедиций очень большой научный результат имели, особенно последние три, и до сих пор то, что они доставили с Луны 400 килограмм почти грунта и очень много записей приборов, до сих пор это анализируется и работает на изучение Луны уже 40 лет. На самом деле, конечно, это были полезные для науки, а не только для пропаганды полета. Землю тоже изучают как планету из космоса. Ну, о Земле надо либо мало рассказывать, либо очень много. Я примерно пол лекции отдельно посвящу земной атмосфере, океанам, вы увидите, пока мы только так упомянули Землю и поехали к другим планетам. Марс — четвертая планета от Солнца. Он не очень похож на Землю, он меньше Земли почти вдвое. Но если вспомнить, что на Земле нам доступны только поверхности материков, мы же не можем жить на океанском дне или даже на поверхности океана, мы осваиваем материки земные, а они составляют четверть всей поверхности нашей планеты, то как раз такая же площадь поверхности у Марса. В этом смысле там не меньше места для жизни человека, если он туда соберется, чем на Земле. У Марса есть атмосфера, вот она здесь видна в виде голубой дымки такой, она разреженная, в 150 раз менее плотная, чем на Земле, и состоит она не из азота и кислорода, как у нас, а из углекислого газа почти чистого. Так что для нас можно сказать, что ее и нет атмосферы. Хотя там ветер бывает, и пылевые бури бывают, но для дыхания она не приспособлена. И вот есть замечательные области, полярные шапки. На севере и на юге Марса лежит что-то замерзшее, что-то белое. Вот что это, или точнее в каком, каков состав этих полярных шапок, до конца еще не ясно. Видимо, там есть и вода, аж два замерзшая, и углекислый газ замерзший. То есть там так холодно на полюсах, что часть углекислого газа из атмосферы просто вымерзает и снегом ложится на поверхность полюсов, особенно в зимнее время, летом немножко растаивает. Если очистить Марс от атмосферы, вот эта фотокарта Марса, то планета представляется очень интересной. Тут есть гигантские каньоны. Вот такой называется долина Маринера. Маринер — это космический аппарат, который первую фотографию передал этой области, американский аппарат. Долина Маринера, 4000 километров в длину, 700 километров в ширину и до 10 километров глубина. Представляете, разлом такой. На нашей большой Земле такого гигантского разлома нет. А вот на маленьком Марсе он есть. И горы. Вот тут видны раз вулкан, два вулкан, три вулкан, а самого большого не видно, он там за горизонтом. Этим высотой по 20 километров, а самый большой 25 километров почти. От подножия до вершины. Это бывшие когда-то вулканами, но теперь уже остывшие гигантские горы. Так что в геологическом смысле Марс разнообразен. Мы видим на нем много следов течения какой-то жидкости, вот в виде оврагов таких, но не видим самой жидкости. Вот кто бы сомневался, что это русло рек. Но очевидно, что это русло рек. Видны даже притоки. Вот смотрите, тоненький-тоненький идет, идет, впадает в большое русло, овраги вот здесь видны. Но где та жидкость, которая размыла эту поверхность, ее нет, а следы остались. Куда она делась? Одно из двух. Либо атмосфера и гидросфера Марса улетела в космос, либо ушла под поверхность и замерзла там в виде льда. Скорее всего, и то, и другое. Марс очень активно теряет свою атмосферу, и она действительно уходит. И все эти миллиарды лет уходила в космическое пространство. Планета слабой, гравитация обладает, нет магнитного поля, ничего не удерживает, не очень хорошо удерживает атмосферу и поверхности. Но, видимо, значительная часть жидкости все-таки ушла вглубь. Первые попытки сесть на Марс тоже были советскими. В 1973 году туда опустился вот этот наш, удачно опустился наш космический зонд Марс-3, но почему-то не стал там работать. Он 20 секунд передавал сигнал и замолчал. Так что данных от него мы не получили. Американцы позже занялись, через несколько лет они посадили на Марс два вот таких могучих робота, Викинг-1 и Викинг-2. Это Карл Саган, известный астрофизик американский, который участвовал в подготовке этих полетов. И эти два Викинга, они не марсоходы, видите, они садились на эти свои три опоры, и куда сели, там и сидели. Один работал четыре года, другой, по-моему, около шести лет проработал на поверхности, и главной их задачей были поиски жизни на Марсе. Жизни они не нашли в том месте, где опустились. Теперь мы понимаем, что это вообще и должно было случиться, потому что Марс на поверхности для жизни совсем уж не приспособлен. Атмосфера разреженная, ультрафиолет, рентген, идущий от Солнца, постоянно выжигает поверхность и стерилизует ее. Скажите, а ведь это Викинг, или автоматство про Сидорию, или нет? Это полосец, которая поменяет соцсетичный полет на человеческий федерат. Да. Не разочаровывайте меня. Я все-таки выступаю перед студентами МГУ. А вы про человеческое лицо на Марсе. Ладно, я покажу человеческое лицо, когда мы именно о Марсе будем говорить. Ну, те, кто в горах иногда гуляет, знают, что каждая вторая скала профилем напоминает какому-нибудь Волошину или чего-нибудь еще знакомое. Ну, ребята, вы же не школьники. Итак, поверхность Марса сегодня изучена лучше, чем поверхность Земли. Благодаря тому, что океанов там нет, растительности нет, атмосфера прозрачная. Из борта вот таких искусственных спутников Марса мы видим каждый клочок марсианской поверхности. Это специальный спутник, самый глазастый. Называется он Mars Reconnaissance Orbiter. У него огромный телескоп, тут объектив, фотообъектив. И он показывает детали поверхности, все детали всего Марса крупнее 25-30 сантиметров. То есть отпечаток ноги 45-го размера там будет виден на фотографиях этого зонда. Вот он, пожалуйста. Это он сфотографировал один из кратеров. И вот посмотрите, что это тут линия такая идет. А это следы марсохода Spirit, который там ползал и вот по краю кратера тут ходил. Следы эти, ну вот такого вот размера, два колесика обычных. То есть из космоса видно на Марсе все. По этому планету геологи с большим удовольствием изучают все перед ними открыто. Ну пока еще дистанционно, но скоро уже и руками пощупают. Карты Марса сегодня составлены детальные. На этой карте цветом показана глубина, и мы сразу видим бывшее русло чего-то, которое в дельте впадает во что-то такое, пониженную область. То есть такое впечатление, что когда-то воды там было много и были океаны, ну или моря, по крайней мере. Вот куда-то она вся подевалась. Последние семь лет, или уже восьмой год, там работали два робота Spirit и Opportunity. Один из них уже отказал, второй Opportunity еще бегает. И задача у них была одна, геологические исследования. Биолаборатории там не было, только на руке, вот здесь на конце руки комплекс биологических приборов, ну и, конечно, телевизионная система. И в этом смысле они сделали много. В прошлом году, в августе, туда прилетел новый аппарат Curiosity, у него совсем другой набор, ну это вообще гораздо более мощная машина, о нем я расскажу отдельно, о Марсе будем говорить. Что до сих пор было недоступно вот этим Spirit и Opportunity? Они могли нам показать интересные места? Вот геологи есть? Есть. Есть. Вы же понимаете, что вот это интересно, да? Что тут геологическая летопись, вот они, слои, 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 можно ползать по этому месту и читать его, читать геологическую историю Марса. А ползать там эти аппараты не могли, они только по песочку, по ровному месту ходили. И вот Curiosity теперь значительно лучше может это делать, я расскажу как. А пока мы только могли присматриваться к таким вот вертикальным сбросам, которые помнят просто геологическая летопись истории Марса последних лет. Поиски воды. В районе северной полярной шапки опускался один аппарат, вот такой Феникс, тоже неподвижный, и он там вот так сидел, тут где-то рядом с ним была полярная шапка, он копался вот здесь в полярной области Марса. У него такой маленькая рука была, экскаватор, и он там накопал траншейки небольшие, 10-метровой глубины, и в них что-то беленькое появилось, вот это вот. Ясно было, что это снег, но какой снег? Либо это вода, либо это, а может быть, соль какая-то, или углекислота, но через несколько дней почти не испарилась она, а значит, это вода, потому что углекислота бы испарилась на солнце, соль бы вообще не изменила внешний вид, а тут мы видим немножко испарилась, но очень медленно, значит, это обычная вода. Температура там в области полярных шапок ночью где-то минус 130 по Цельсию, днем минус 70-80, то есть суровый климат, как в Антарктиде, поэтому уж сразу вода испариться не может, но если солнышко ее пригревает, она потихонечку испаряется. Так что вот мы докопались там до воды, но она в замерзшем состоянии. Вот это марсианская тундра, вот где она, справа или слева? Те, кто рядом сидят, могут прочитать, а те, кто далеко сидят, могут даже и не понять, где тут Марс, а Марс тут слева. Вот это марсианская тундра, а это наша, родная земная на севере Канады. Как видите, внешний вид тундры, он что на Земле, что на Марсе, следы вечной мерзлоты, вот эта вот такая характерная поверхность там связана с оттаиванием и замерзанием, она и на Марсе точно такая же. Так что природа планеты похожа на земную. Ну вот что любопытно. Кажется, мы нашли на Марсе воду. По крайней мере, мы видим, как вот на этих вертикальных стенках, это стенка кратера большого, что-то такое в виде ручейков, по-моему, вот туда устремляется вниз, и вроде бы ванна такая с водой. То есть, похоже, что на Марсе жидкости есть. Вообще, планета замечательная, интересная, мы о ней детально поговорим, там много загадок, много отгадок, будет целая лекция о Марсе. Ну вот хотелось бы вам погулять по такому пейзажу. Представьте себе, стенки вертикальные, а лазить по ним удобно, потому что сила тяжести на Марсе в три с половиной раза меньше, чем на Земле. Рюкзак не тянет, и вы гораздо легче там себя чувствуете. Если, правда, не забывать, что на вас должен быть скафандр. Тем не менее, на Марсе довольно легко будет ходить, почти так же легко, как на Луне, а природа, конечно, гораздо богаче, чем лунная, и планета вполне привлекательная для научных исследований, а в далекой перспективе, может быть, и для освоения. У Марса есть два спутника, Фобос и Деймс. Вот один из них, Фобос, это просто астероиды, видимо, не так давно захваченные гравитационным полем Марса, случайно пролетавшие мимо него. А может быть, и давно, пока никто не знает. Было несколько попыток послать на Фобос экспедиции, два раза мы пытались это сделать, оба раза неудачно. Три аппарата, один вообще не взлетел, а два других полетели, но не долетели. И вообще до Марса половина космических роботов не долетала, и наших, и американских. Летели в смысле до Фабибы? Один на полдороги сломался, другой долетел, но вот надо было уже садиться на поверхность Фобоса, и что-то у него там испортилось. А задача была взять кусочек образца с Фобоса и довести его до Земли. Но вот, к сожалению, не получилось. Фобос и Деймс не отличаются от других астероидов. Вот типичный астероид, Эрос, десятки метров в длину, форма угловатая, потому что сил тяжести маленькая, и он не может себя сам сформировать в шарообразное тело. Вот какой получился, такой получился. Астероиды часто сталкиваются друг с другом, поэтому мы видим метеоритные кратеры на их поверхности. Ко многим астероидам уже подлетали космические зонды, и мы имеем такие фотографии с близкого расстояния. Это все в одном масштабе. Видите, крупный астероид, поменьше, еще поменьше. И даже некоторые ледяные тела, ядра комет, тоже уже сфотографированы с небольшого расстояния, и мы что-то о них знаем, хотя очень мало. Вот астероид, изученный лучше других, это один из крупнейших, Веста, и к ней только год тому назад впервые подлетел зонд космический, немножко полетал вокруг нее как спутник, и мы теперь имеем такие карты и фотомонтажи, которые показывают Весту со всех сторон, когда-то по ней очень сильно ударили. Ударили вот сюда. Посмотрите, какие складки вдоль, вот они, видите, образовались вдоль экваториальной вот этой вот части. А тут, видимо, большой кусок откололся и разлетелся в виде скопища маленьких метеороидов. И некоторые из них время от времени падают на Землю, и они есть в коллекциях земных. Так что можно особенно не заботиться о том, чтобы доставлять кусочки именно этого астероида на Землю, они уже как метеориты сами случайно сюда прилетели. И теперь, почему мы в этом уверены? А потому что теперь изучив поверхность с близкого расстояния, там спектры ее получены, мы поняли, что эти метеориты да, действительно кусочки Фобоса. Вот любопытный астероид, к которому не только подлетели, но и коснулись его поверхности. Он маленький и называется он по-японски, потому что открыли его японские астрономы и к нему же отправили свой японский зонд. Называется он Итакава, размером он всего со стадиона Лужники, такой 300 метров размером. К нему подлетел несколько лет назад зонд космический, японский, и попытался взять образец с поверхности. Ему это удалось. Потом он очень долго летел обратно к Земле, у него были технические проблемы, тем не менее инженеры их решили, и он прибыл в позапрошлом году на Землю, и мы получили несколько, не мы, японские ученые, сейчас они их изучают, эти песчинки с поверхности астероида Итакава. А зонд назывался Хаябуса. Знатоки японского есть? Нет? Что такое Хаябуса, я не помню, сокол, кажется, или что-то в этом роде. Вот он так, не касаясь, не касаясь поверхности, сумел взять с нее образцы грунта. Он очень интересно поступил, у него маленький пистолетик тут был, он металлическими шариками стрелял по поверхности, пыль поднималась и засасывалась вот сюда, вот в такой пылесосик маленький. Дальше за Марсом, за поясом астероидов планеты-гиганты. Мы уже немножко о них поговорили, и больше всего у гигантов, конечно, вызывают интерес не так они сами, это, как сказать, мрачные, несимпатичные планеты, к ним даже приближаться опасно. Например, радиационное поле, радиационные пояса вокруг Юпитера настолько мощные, что человек мог бы там не больше пяти минут оставаться живым, даже внутри космического корабля. Поэтому вряд ли когда-то туда будут полеты космонавтов. Но вот спутники планет-гигантов это совсем другое дело. У Юпитера четыре крупных спутника. Ио, Европа, Ганимед и Калиста. Их называют Галилеевы спутники, потому что Галилей только сделал свой первый телескоп, посмотрел на Юпитер, сразу обнаружил этих четырех. Они крупные, как наша Луна, даже чуть побольше. Вот в одном масштабе наша Луна и четыре галилеевых спутника Юпитера. Видите, два такие же, как Луна, а Ганимед и Калиста заметно больше Луны. Но наибольший интерес вызывают два вот этих. Ио, ближайший к Юпитеру. И посмотрите, как он удивительно выглядит. Совершенно нетипичная для такого безатмосферного тела поверхность. Луна наша серая, каменная, как асфальт, а этот вот как апельсин. В чем дело? А оказалось, что это спутник, покрытый действующими вулканами. На нем несколько десятков прямо из космоса видимых, мощных, совершенно фантастических вулканов. Да вот их видно, вот один из них, вот другой, вот третий. Почти вся поверхность как оспенами покрыта. Дело в том, что этот спутник ИО настолько близок к Юпитеру, что ощущает его гравитационное поле и его магнитное влияние. И под действием всего этого недра этого спутника расплавились, и вулканы работают очень интенсивно. И все, что здесь вы видите разноцветное, это вулканические выбросы, там сернистые вещества разные. Тут замерзшие газы. Любопытно, что в каком-то смысле поверхность этого спутника напоминает нам дно наших океанов. В каком смысле? Обычно океанское дно это мир холода и темноты. И жизни почти нет на больших глубинах. Но в некоторых местах наших океанских глубин действуют небольшие вулканчики. Их называют черные курильщики. Они выбрасывают перегретую воду. И вот это локальные места, где жизнь возможна. И вокруг маленького такого вулканчика обязательно есть своя микробиосфера. На Ио та же история. Все это холодное, а в районе извержения вулканического там тепло, там выходят активные химические вещества, там вполне может быть такой микрооазис жизни. Надо это дело исследовать. Вот вам пример извержения. Это сильно увеличенное изображение спутника. Вот тут горизонт проходит, и мы видим, как за горизонтом извергается вулкан. Он выбрасывает, ну что обычные вулканы из себя выбрасывают, на высоту 200-300 километров. На Земле мы такого, конечно, не наблюдали никогда. Второй от Юпитера спутник Европа. Совсем иной мир. Поверхность Европы это ледяной купол, как наша Антарктида. Ледяная кора. Но глядя на нее, мы видим, что она живая. Эти трещины говорят о том, что под поверхностью этого ледяного купола жидкий океан. И не только трещины об этом говорят. У Европы есть свое магнитное поле, а значит, есть проводник электричества, движущийся где-то. Это может быть только соленая вода под этим льдом. Но представьте, вода при комнатной температуре, это же идеальная среда для жизни. И надо было бы проверить в этом океане. Кстати говоря, жидкой воды там больше, чем в наших земных океанах. Потому что глубина океана на Европе более 100 километров по расчетам. Ну, вероятно, так оно и есть. Но как проверить этот океан на наличие жизни, если он закрыт многокилометровым слоем льда? Вот это пока непонятно. Лед, конечно, живой. Мы видим торосы, подвижки какие-то. Если удастся найти открытую полынью, то туда можно будет запустить робота в океан. Потому что просверлить этот лед 30 километров толщиной, непонятно, как его сверлить. Но если удастся найти разводие, тогда туда робота можно будет отправить. Пока не удалось. Ну, дальше идут спутники Ганимеда-Калиста. Они вот такие, тоже очень интересные спутники, но о них детально я рассказывать не буду. Поверхность их, вот, например, у Ганимеда вот в этой области. Посмотрите, какая странная поверхность. Как будто кто-то там с сахой ходил и вот грядки делал или пахал землю, да? Вот как могли получиться вот эти вот шевроны? А их пересекают другие. Вообще настораживает это. Плантация какая-то. Но шутки шутками, а геологические образцы вот такой поверхности мы впервые увидели на Ганимеде. На Земле, скажем, или на Марсе никто такого не видел. Как они образовались там, непонятно. Следующая планета-гигант Сатурн. Ну, все его знают, с детства он красивый. И все знают, что кольцо состоит из большого количества камней и снежинок. Но надо честно сказать, мы пока их не видели. Пока еще ни один зонд туда внутрь кольца не углублялся и не показал нам не доказал нам, что это действительно мусор такой, который летает вокруг планеты. Хотя сомнений в этом нет, но все-таки это пока еще не исследованная вещь. А вот тут я вам сделал такую картинку. Если бы мы взяли земной шар и поместили его рядом с Сатурном, вот бы он был такой. Масштаб планеты, представляете, да? Самое интересное это посмотреть на Сатурн с обратной стороны, с ночной стороны. Раньше мы его всегда видели только освещенного Солнцем, потому что Земля рядом с Солнцем, Сатурн где-то далеко, и мы всегда его видим освещенного прямыми солнечными лучами. Но космический аппарат залетел с ночной стороны, и мы увидели совершенно особое зрелище. Вот то кольцо, которое кончается уже видимым с Земли, а оказалось, там еще много чего вокруг него летает, и внутри кольца много чего еще летает. вот тут мы не видим ничего внутри, кажется, все, нет, чистое пространство, пустота, ничего подобного, там тоже вещество, но оно становится видимым только в таком контровом освещении, когда свет идет на вас. Очень полезно на любой предмет смотреть с обратной стороны, как выясняется. Спутников у Сатурна много, более 60, и, конечно, самый интересный вот этот. Посмотрите, его цвет отличает его от прочих спутников. В чем тут дело? Это Титан, крупнейший спутник среди Сатурновых и вообще один из крупнейших в Солнечной системе и единственный спутник, обладающий своей могучей атмосферой. Вот он так с близкого расстояния выглядит, атмосфера непрозрачная, тоже облаками закрытая. Иногда удается полупрозрачно ее сделать, если в специальных диапазонах излучения инфракрасного фотографировать, какие-то детали на поверхности становятся видны. Это единственный спутник планеты, куда удалось посадить космический аппарат. Вот был полет в систему Сатурна этого аппарата, Гюйгенс-Кассини. Кассини — это орбитальный вот этот блок, а Гюйгенс вот под этим колпаком посадочный аппарат на Титан, опустившийся. Он сравнительно невелик по размеру, вот такой вот. У него теплозащитная крышка была, и он внедрился в атмосферу, потом на парашюте опускался несколько лет назад и проработал на поверхности Титана несколько часов. Снимки сверху были очень интересными, вот с высоты 8 километров он снимает, поверхность видна, облака в атмосфере. Кстати, эта атмосфера очень дружественная для нас, состоит почти из чистого азота, а у нас сейчас в комнате тоже 70% с лишним азота. Остальное там, правда, не очень. Ну вот, нет, ничего страшного, облака из метана, ну метан, ну чего. А атмосфера азотная, кислорода там нет, дышать там нельзя, но и отравиться нельзя, для нас азот в общем не опасен. А это, посмотрите, тоже русло рек, а что за реки, если там нет воды? Там же холодно, там минус 180 градусов, какая вода? Вода лежит как лед там вечный. А что может течь по этим руслам? А мы вспомним, а что у нас в облаках вода, в реках вода? Тут в облаках метан, соответственно, когда он дождем выпадает, текут метановые реки. Два часа работал на поверхности титана такой зонт небольшой. Вот единственная фотография, которую он оттуда передал. Это булыжники из замерзшей воды, конечно, и мрачновато там, минус 180 градусов, но расчеты показывают, что под поверхностью титана условия должны быть теплее. Всегда, вглубь планеты всегда теплее, чем на поверхности. У Земли то же самое, и любой планеты. И в глубинах титана вполне могут быть условия благоприятные для жизни. Где-то там на глубине 30-40 километров уже вполне может быть тепло, и жидкая вода может быть. А вот удивительный спутник Сатурна. На первый взгляд он никого не привлек. Один из 60, маленький, под названием Энцелад. Его поперечник 500 километров, ничего особенного. Но вот привлекло внимание такое удивительное его свойство. Обратите внимание, вот так проходит экватор. Северное полушарие имеет много метеоритных кратеров. Это естественно, метеориты падают на этот ледяной купол, оставляют там следы. А в южном полушарии ни одного метеоритного кратера. Что это, метеориты в южное полушарие не падают? Они что, прицельно летают только в северное? Очевидно, нет. Значит, в южном полушарии какие-то процессы быстро уничтожают следы падения метеоритов. Присмотрелись в районе южного полюса какие-то вот такие полосы, похожие на трещины во льду. Ну, это вот энцелад с другой стороны. И вот эти трещины. Четыре трещины, которые назвали тайгер-стрипс. Мне они не напоминают полосы на тигре. Они скорее напоминают следы тигриных когтей. И выяснилось, что это действительно разломы во льду. И когда космический аппарат залетел за ночную сторону Титана и в контровом свете его сфотографировал, увидел вот это. Из этих трещин бьют фонтаны воды прямо в космическое пространство. Какая удача! Подо льдом океан и есть трещины открытые, и вода сама выпрыгивает наружу. Ее надо исследовать на предмет жизни. Но на этом спутнике Кассини нет. Он работает еще до сих пор. Там нет биологических сенсоров. Никто не думал, не был готов к такой удаче. Спутник пролетел пару раз через эти фонтаны, доказал, что это вода, скорее всего соленая, но на предмет биологической активности проверить ее не может. Уже следующий полет в систему Сатурна конечно должен быть с биологическими приборами. Посмотрим, что там в этом океане Энцелада живет. Вообще спутники Сатурна очень интересны. Посмотрите на этот гиперион. Он весь изрыт пещерами. И судя по всему эти пещеры пронизывают вообще всю толщу этого спутника. Вот там можно вполне побродить по этим пещерам, заблудиться и проверить, что там внутри. Ну остальные два гиганта изучены очень слабо. Уран и Нептун они так далеко, что только единожды мимо них пролетели зонды космические. То, что мы имеем, вот я вам показываю фотографии. Самая далекая область солнечной системы поиск Койпера населена планетами Карликами. Когда мы фотографируем их с Земли, никаких деталей не видим. Это фотография Плутона, это его крупнейший спутник Харон. Ну, как видите, деталей никаких не видно. Но, тем не менее, удалось косвенными методами астрономическими кое-какие детали на поверхности Плутона различить. Ну, в общем, грубовато. Пока мы не подлетим или зонд наш не подлетит к нему поближе, мы не узнаем, как выглядит эта планета. Подлетит скоро. Но там, кроме Плутона в этой компании неудобные, довольно крупные объекты. Все это называются теперь планеты Карлики, Dwarf Planets, или там карликовые планеты, как хотите. Они круглые, похожи на планеты, имеют своих спутников, но все-таки маленькие, видите, меньше нашей Луны все. Так что неудобно их полноценными планетами считать. Вот наиболее крупные планеты Карлики, вообще объекты пояса Койпера, они интересные, у них свои спутники есть, у каждого из них. Иногда, возможно, даже атмосфера появляется. Вот у Плутона она точно появляется. Он по вытянутой орбите движется, когда к Солнцу подлетает, более или менее подлетает, там чуть теплее становится, и лед испаряется, и окутывает Плутон такой легкой атмосферой. Когда Плутон удаляется от Солнца, атмосфера ложится снегом на поверхность. Сейчас Плутон движется один космический зонд Нью Хорайзенс. Он подлетит туда в пятнадцатом году и мы наконец-то увидим эту микропланету. Но он не будет там останавливаться, он пролетит мимо и полетит дальше в пояс Койпера. Оттуда издалека к Земле прибывают я уже заканчиваю скоро, к Земле прибывают удивительные объекты. Мы их называем кометами. Что это такое? Это ледяные астероиды. Но они редко посещают центральную часть Солнечной системы, редко бывают рядом с Солнцем и приближаясь к Солнцу нагретые начинают терять активно свои летучие вещества. Лед плавится, возгоняется, становится паром и комету окутывает облако такое, которое под действием давления света и плазмы солнечной вытягивается в виде такого хвоста. Мне хотелось сегодня сказать вам, вот вы выйдете сейчас, уже будет темнеть, посмотрите на запад, потому что вчера еще была хорошая погода, и вы там увидите комету. Вы бы ее там увидели, если бы не такая погода, как сегодня с утра началась. В течение ближайшей недели, сразу после захода Солнца на западе, замечательная комета должна быть видна. Ее открыли не так давно, в конце прошлого года, и она вот эту неделю будет низко над горизонтом на западе видна. Если посчастливиться с погодой хорошей, не забудьте после захода Солнца посмотреть на запад. А пока на фотографии смотрите. Вот какие замечательные бывают кометы, и они нас привлекают тем, что это вещество очень древнее. Те астероиды, которые рядом с Солнцем летают, они прожарены солнечными лучами, там все, что могло, и уже забыло свою историю. А комета может быть первый раз в жизни как холодильник приносит нам древнее вещество Солнечной системы издалека и выпускает его. Поэтому мы его изучаем как реликтовое такое вещество. У кометы есть ледяная основа, ядро, и вот эти газы и пыль. Обычно газовый хвост голубоватый, пылевой хвост такой красноватый немножко, и все это солнечным светом, солнечной плазмой сдувается и остается за кометой. Единственный раз в истории космонавтики к ядру кометы была экспедиция, прямо вот в непосредственную близость. Это был американский аппарат Стардаст, он подлетел, не садился, конечно, там опасно, оттуда летят с большой скоростью частицы, он даже был защищен от их ударов специальной многослойной броней, но достав вот такую ловушку, он собрал частицы кометного вещества, потом спрятал эту ловушку в капсулу и привез ее на землю. И мы имеем уже образцы кометного вещества и изучали его в лаборатории. Я заканчиваю и рекомендую вам без лишней скромности две книги, которые мы с коллегами написали на тему, вот, прошлые лекции и нынешние лекции. Это на русском языке, это, в общем, самое современное, что есть. Если кого-то вообще эта тематика увлекает, ищите эти книги, они еще, по-моему, есть в продаже, мы сейчас старые издания подготовили, и там подробнее, больше и лучше написано, чем я вам рассказал. Спасибо. Спасибо.